Что это? Это цена урны. Она нам ни к чему. Мы развеем прах. Да, нам сообщили. Однако прах должен быть помещен в приличествующую случаю урну. Она стоит 180 долларов. Это наиболее скромная из имеющихся в наличии урн. А нельзя ли просто 180 долларов? Цена может достигать 3000. А можно взять урну так, на время? Сэр, у нас похоронное бюро, а не отдел проката. Блять, мы развеем прах. Близкие друзья покойного, это не значит идиоты. Сэр, прошу вас говорить потише. Слушайте, а у вас с часом некуда его пересыпать? Это наиболее скромная из имеющихся в наличии урн. Черт подери! Где у вас ближайший супермаркет? Донни был хорошим игроком в боулинг и хорошим человеком. Он был нашим другом. Этот человек любил свежий воздух и боулинг. На доске для серфинга он исплавил все побережье Южной Калифорнии, от Лохои до Лео Карилла и даже до Пизма. Его не стало. Его не стало слишком рано, как и многих других молодых парней его поколения. Господь в мудрости своей, прими его, как принял множество молодых парней в расцвете сил. В Кесане, в Лангдоке и на высоте 364. Эти парни расстались с жизнью, как и Донни. Донни, который так любил боулинг. Итак, Теодор Дональд Карабоцес, согласно с тем, что вполне могло быть твоей последней волей, мы придаем твои бренные останки водам Тихого океана, который ты так любил. Покойной ночи, милый принц. Блин. О, блин, чувак, извини. Чёртов ветер. Чёрт подери, Уолтер. Мудак ты, блядь. Извини, чувак. Ты, блядь, всё, просто всё превращаешь в балаган. Извини, я нечаянно. Чё ты нёс про Вьетнам? Причём тут Вьетнам? Нахуй ты приплёл Вьетнам? Чувак, извини. Ну, блядь. Уолтер, блядь. Ладно тебе, чувак. Хуй с ним. Идём, сыграем в боулинг.